Есть имена как солнце, имена как музыка, как яблоня в расцвете. Я говорю о Пушкине-поэте, действительном в любые времена. Здравствуйте, дорогие ценители классической литературы. Сегодня с вами мы поговорим о жизни и творчестве одного из самых известных русских писателей – Александра Сергеевича Пушкина. 6 июня исполнилось 225 лет со дня его рождения. Александр Пушкин родился в обедневшей дворянской семье в 1799 году. Начальное образование он получил дома, ему нанимали гувернёров. Учителя отмечали, что учёба даётся Пушкину тяжело. Он не любил учиться, но когда полюбил читать, всё стало намного легче. Уже в 7 лет Александр Пушкин попробовал сочинять собственные произведения, подражая Мольеру. В 1811 году родители Пушкина хотели отправить его в иезуитский коллегиум, но в это время открывается в царском селе лицей. И по протекции родители Пушкина 12-летнего мальчика отправляют туда. Первый крупный успех ждал Александра Пушкина в 1815 году во время переводного экзамена. Он прочитал своё стихотворение «Воспоминания в царском селе». На экзамене присутствовал Гавриил Державин. Он был в восторге от стихотворения поэта. В 1817 году поэт заканчивает лицей и его направляют в коллегию иностранных дел чиновникам 10 класса. Вот только там он только числился. Его увлекла светская жизнь. Пошёл. Полна народу зала. Музыка уж греметь устала. Толпа мазуркой занята. Кругом и шум, и теснота. Брянчатка Валергарда, шпоры. Летают ножки милых дам. По их пленительным следам летают пламенные взоры. В одни веселья и желаний я был от балов без ума. Вернее, нет места для признаний и для вручения письма. Кошкина приняли в светском обществе с распростёртыми объятиями. Потомок старинного дворянского рода закончил императорский лицей. Чего ещё хотеть? Даже то, что он писал, ему прощали. Бывают же странности. Хин с жадностью накинулся на светские развлечения. Но вскоре они ему наскучили. Вялое, бездушное собрание, Где ум хранит невольное молчание, Где холодом сердца поражены. Я помню их, детей самолюбивых, Злых без ума, Без гордости спесивых И разглядев тиранов модных зал, Чуждаюсь их укоров и похвал. Кошкин разочаровался в светском обществе, А светское общество разочаровалось в нём. Он оказался совсем не таким, как они думали, Свободолюбив, Злословит на государях, Пишет эпиграммы. Ну как такое может быть? О чём, прозаик, ты хлопочешь? Давай мне мысль, какую хочешь, Её с конца я завострю, Летучей рифмой оперю, Взложу на тетиву тугую, Послушный луг согну в дугу, А там пошлю на удалую, И горе нашему врагу. Его острые политические произведения Император Александр I Переводит Пушкина из столицы на юг. Когда он служил в Кишинёве, В Петербурге стали выходить его первые книги. Кавказский пленник, Руслан и Людмила, Бахтисарайский фонтан. Они имели огромный успех. В 1826 году вышел его первый сборник стихов. Александр Пушкин стал первым писателем, Который зарабатывать стал своим писательским трудом. Поэт, не дорожи любовью народной, Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной, Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, Дорогою свободной иди, Куда влечет тебя свободный ум. Усовершенствуя плоды любимых дум, Не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бронит И плюет на алтарь, где твой огонь горит, И в детской резвости колеблет твой треножник. Творчество Александра Пушкина Занимает в русской литературе особое место. Его вклад неоценим. Он писал на различные темы Любовь, дружба, природа, патриотизм, свободолюбие. А также он писал в различных жанрах Романы, стихи, оды, поэмы, Драматические произведения и даже роман в стихах. Самые известные его романы Дубровский, Араб Петра Великого И роман в стихах Евгений Онегин. Евгений Онегин – самый известный роман Александра Пушкина. Он переведен на более двух десятков языков. Описался роман восемь с половиной лет. О чем же он? Столичный повеса Евгений Онегин Получает наследство и приезжает в деревню. Тут он знакомится с поэтом Ленским, его невестой Ольгой и ее сестрой Татьяной. Татьяна влюбляется в Евгения Онегина и признается ему. Вот только он ее отвергает. Через некоторое время случается дуэль между Ленским и Евгением Онегина. Поэт приревновал повесу к своей невесте Ольге. Ленский гибнет. Татьяна выходит замуж и становится великосветской дамой. И в этот раз Евгений Онегин, встретив ее в столице, влюбляется в нее. Вот только, несмотря на то, что она до сих пор любит его, Татьяна отвергает его чувства, решив сохранить верность мужу. Довольно. Встаньте. Я должна вам объясниться откровенно. Онегин. Помните ли тот час, когда в саду, в аллее, нас судьба свела? И так смиренно урок ваш выслушала я. Сегодня очередь моя. Онегин. Я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Я любила вас. И что же? Что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли? Вам была не новость смиренной девочки-любовь? И нынче, боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный. И эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Тогда, не правда ли, в пустыне, вдали от суетной молвы, я вам не нравилась? Что ж ныне меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому, что в высшем свете теперь являться я должна. Что я богата и знатна. Что муж в сражениях изувечен. Что нас зато ласкает двор. Не потому, что мой позор теперь бы всеми был замечен. И мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь. Я плачу. Если вашей тайне вы не забыли до сих пор, то, знаете, колкость вашей брани, холодный, строгий разговор. Когда в моей лишь было власти, я предпочла обидной страсти этим письмам и слезам. К моим младенческим мечтам тогда имели бы хоть жалость. Хоть уважение к летам. А нынче? Что к моим ногам вас привело? Какая малость. Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом. А мне, Онегин, пышность эта. Постылая жизнь и мишура. Мои успехи в вихре света. Мой модный дом и вечера. Что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада. Весь этот блеск и шум и чад. За полку книг. И дикий сад. За наши бедные жилища. За те места, где в первый раз Онегин видела я вас. А счастье было так возможно? Так близко. Но судьба моя уже решена. Неосторожно, быть может, поступила я. Я вышла замуж. Вы должны, я вас прошу, меня оставить. Я знаю. В вашем сердце есть и гордость, и прямая честь. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. И буду век ему верна. Прекрасные дамы были постоянными спутницами Александра Сергеевича Кошкина. Одни были ему близки по родству. Другие вдохновляли его на создание шедевра. Кого-то он любил, а кто-то был всего лишь ему другом. Пустое вы сердечным ты. Она, обмолвясь, заменила. И все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою. Свести о честь нее нет силы. И говорю ей, как вы, милы, и мыслю, как тебя люблю. Но Наталья Николаевна Гончарова заняла особое место в жизни поэта. Александр Кошкин познакомился с будущей женой в декабре 1828 года на балу и сразу же в нее влюбился. Через полгода он сделал ей предложение. Вот только родители Натальи не сразу благословили этот брак. Они искали жениха побогаче. Но Пушкину переходить дорогу никто не захотел. И в 1831 году они поженились. О, как милее ты, смиренница моя! О, как мучительно тобою счастлив я, когда склонялся на долгие моленья. Ты предаешься мне нежна, безупоенья. Стыдливо холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему. И оживляешься потом все боли, боли, и делишь, наконец, мой пламень по неволе. Поэт мечтал о тихой, уединенной семейной жизни, о спокойной работе над книгами, но его желанием не суждено было сбыться. В 1831 году Александра Пушкина назначили на службу в качестве историографа для написания книги о Великом Петре. А в 1831 году император Николай I пожаловал ему младший чин камер Юнкера. Александр Пушкин считал этот чин для своего возраста оскорбительным, хотел от него отказаться, но смирился. Спустя некоторое время в Петербурге стали ходить слухи о жене Пушкина и ее поклонниках. Приходили анонимные письма поэту, и он не мог игнорировать. В февраля 1837 года состоялась дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Донтесом, главным интриганом, который порочил репутацию Натальи Пушкиной. Поэт был тяжело ранен и скончался через два дня. Не стало великого поэта, но живут и будут вечно жить в его книге. Кто знает, что такое слава, какой ценой купил он право, возможность или благодать, над всем так мудро и лукаво шутить, таинственно молчать и ногу-ножкой называть. Читайте книги Александра Сергеевича Пушкина и приходите к нам в Кружанскую библиотеку. Субтитры создавал DimaTorzok